всем приветики я хотел бы показать вам почему не стоит хранить файлы на ssd дисках к примеру вот у меня ssd диск могу даже сейчас показать получается вот у меня вот это вот hdd диск вот это hdd диск это ssd диск а это диск из оперативной памяти и вот на ssd диске вот у нас ssd диск есть вот эта вот папка которая нас уже открыта и вот файлы которые в нее недавно были скопированы можно можно к ним получить доступ то есть вот например я копирую файл он без проблем копируется даже то что было когда-то вот это получается месяц назад если за залива загружал файл и он до сих пор доступен вот два месяца назад файл загружал тоже он доступен а то что загружал год назад но вернее сохранял и вот она год назад двадцатом году а сейчас август 23 а тут получается март двадцать второго и вот мы копируем файл с ssd диском и вроде бы все нормально он копируется и вдруг хопа он останавливается потому что именно этот сектор уже не читается она так вот может висеть минут 5-10 может быстрее о когда быстрее когда сразу вас какие-то ошибка и она пишет что не удалось копировать файл из-за непредвиденной ошибки причина ошибка вода вывода на устройстве ошибка из-за вода вывода а вот вывод это как раз таки и есть наше наше устройство оно может и записывать и сохраняем то есть на него можно сохранять и с него можно копировать и вот запрос не был выполнен не бывает вот оно сразу скакет а бывает минут пять висит десять и самое интересное что сейчас нажимаешь отменить так как ошибка показалась она отменяется а когда она копирует и зависла она может висеть и нажимаешь закрыть окошко она не закрывать нажимаешь отменить она не закрывается и будет минут пять может висеть до сих пор пока ошибка не выскочит и все файл уже не копируется потому что ssd диск он как бы потерял потерял свой сектор мне когда-то мастер по жестким дискам когда у меня была проблема жестким диском я я ездил к нему он сказал что хранить данные лучше на hdd дисках там они могут могут храниться хоть двадцать лет да хоть сколько то есть ты просто его скопировал туда файл все он там хранится вечно единственная минус hdd в том что он они хрупкие если вы его уроните то он может повредиться потому что внутри стоит диск вот как dvd диск только поменьше и железный и головки которые с него все считывают если он упадет потому что пола поломаться как сам диск так и головки а ssd диска он как флешка как большая флешка если он упадет скорее всего с ним ничего не станет вот так что это вся разница но мину между ними в хрупкости но еще фишка в том что hdd диск он может хранить данные вот вы записали все они хранятся а ssd его проблема в том что ему нужно постоянно наполнение блоков памяти и напряжением то есть если вы в течение полгода не обращаетесь к каким-то участкам ssd диска они не получают напряжение все и там начинают уже вот как у меня отмирать отмирать блоки памяти в итоге все все он становится файл уже недоступен от и копируем он копируется и все и останавливается ошибка при этом как вы видели файл который недавно который недавно там скопированный месяц два назад три четыре они нормально копируются а который уже год назад все вот уже ошибка он не копируется и самое интересное что мои мои hdd диски вот этот вот у меня дней 300 живет вот этот дней 800 я проверил состояние жестких дисков через специальную программу написано что нет ни одного сбойного сектора и состояние отличное а этот ssd у меня всего лишь 200 дней этот 800 а это 200 и там уже девять сбойных секторов и здоровья его 76 76 76 процентов на hdd-шках 100 процентов здоровья а здесь уже 76 хотя он самый свежий из всех потому что вот не обращаешься долго все начинает ячейки памяти отмирать поэтому нужно чтобы хотя бы раз в полгода вы обращались ко все ко всему жесткому диску а как вы вы же не будете по всему жестком диску лазить поэтому вам нужно просто брать например нажимать сканировать антивирусом и пускай антивирус гоняет целый день пока все на жестком диске проверить ну потому что и же разные например два терабайта я не знаю два терабайта этом система куча файлов он наверное и два дня может гонять ну короче раз в полгода надо такое делать полностью сканировать ssd-шку ну чтобы получался доступ ко всем файлам ко всем ячейкам памяти чтобы напряжением наполнялись они и и данные никуда не теряюсь потому что если долго к ним не обращаться как вот как у меня и тогда мастер говорил об этом и я где-то примерно раз в два месяца сканировал жесткий диск антивирусом и все вроде было нормально потом я что-то забыл и перестал это делать а сейчас вот хотел скопировать файл а все а уже все вот вроде бы он есть но только половина там получается до восемнадцатой минуты доходит до девятнадцатой и и и обрывается и все то есть из двадцать трех минут доступно только девятнадцать остальная часть от отмерла вот и все поэтому нужно нужно если хранить данные то только на hdd-шка на hdd-шках но с ними аккуратно не уронить ничего зато там вы сможете хранить вечно а сиди а с ссд-шки это только если вы хотите куда-то перенести то есть подключили к компу ssd как такую большую флешку накидали туда все перенесли не не боясь уронить и и все ну либо система на него ставишь и быстро игры загружались там система но тоже как мне тогда мастер говорил система же не ко всем файлам обращается а обращается только к каким-то ну которым она постоянно обращается а потом какой-то момент когда уже пользуетесь системой там год и естественно там уже от мир отмерли эти ячейки когда система обратиться к тем файлам которые на ссд-шки уже год хранятся и уже все их нету там то есть вот она запись есть но файла уже нету ну или половина файла нету и когда система обратиться к такому файлу а там файла уже нету все вам у вас выскочит синий экран вот и все а чтобы такого не было нужно чтобы постоянно ко всему ко всем файлам поддерживать все доступ ну например я придумал вариант вот как сканировать например тогда антирус действительно ко всем файлам обратиться каждый файл прошмонает от начала до конца может быть еще как-то можно но я не знаю как это вот самый первый вариант который мне пришел в голову это антирусом прогонять потому что он реально ко всему обратиться и все проверить а иначе вы рискуете потерять ну а сейчас с этим файлом делать я не знаю хорошо что у меня есть его копия потому что я еще копировал все эти файлы на hdd и тогда они еще нормально копировались а теперь уже все если бы я не скопировал наш дедишка у меня бы я бы просто потерял файл а нашли а наш дедишки хоть вот спустя год я достану ее он без проблем будет доступен а здесь уже все так что имейте ввиду что ssd не больше полгода может хранить ваши файлы просто вот если вы его отключили вот он полгода может хранить дальше возможно ваших файлов уже не будет если вы хотите их не потерять через полгода подсоединили если это внешний и тем более если там просто фильмы какие-нибудь пробежали по всем фирма фильмом антивирусникам он все проверил все отсоединили назад положили иначе вы свои файлы потеряете как потерял свой файл я но хорошо что у меня есть его копия вот ну а на этом все всем покеда вам что вы хотите сделать это